Добрый день. Завершился очередной Восточно-Азиатский саммит. Все приняли участие, практически большинство на высшем уровне. Некоторые страны были представлены министрами или специальными представителями. Дискуссия подтвердила наш анализ тех процессов, которые разворачиваются в этом регионе уже достаточно давно, когда азиатско-пехоокеанское пространство, которое несколько десятилетий развивалось на основе инициатив АСИАН, вокруг которых сложилась инклюзивная, открытая, равноправная структура и безопасности, и сотрудничества. Это пространство сейчас пытаются освоить Соединенные Штаты, их союзники и Североатлантический альянс. Не так давно была выдвинута концепция индо-тихоокеанских стратегий. В рамках этой концепции продвигаются форматы, которые не открыты для всех желающих, которые, по сути дела, конкурируют с инклюзивными структурами, созданными вокруг АСИАН, и которые предполагают милитаризацию этого региона с очевидной нацеленностью на сдерживание Китая, сдерживание российских интересов в азиатско-тихоокеанском регионе. Все это понимают. Одним из конкретных проявлений такой линии стало создание военного блока AUKUS, Соединенные Штаты, Австралия, Британия, которые сейчас пытаются активно завлечь Новую Зеландию, Канаду, Японию. Продвигаются закрытые инициативы, скажем, по организации наблюдения за морской деятельностью, что напрямую связывают люди, которые понимают, о чем идет речь, с необходимостью каких-то таких западных конфронтационных действий в Южно-Китайском море. Китайские наши друзья прекрасно это понимают. И мы вместе с ними отстаиваем целесообразность и необходимость сохранения тех форматов, которые были созданы вокруг Асиан. Отстаиваем необходимость уважения и в будущем центральной роли, которую Асиан играет, в процессах, происходящих в этом, собственно говоря, его регионе, окружающем его регионе. Но у Запада свои планы. И сегодня это прозвучало достаточно четко. На словах все признают роль Асиана, а на деле гнут свою линию и продвигают вот эти вот конфронтационные механизмы и инструменты. НАТО уже не говорит о том, что это сугубо оборонительный альянс. Оборонительным он был, когда существовал Советский Союз и Варшавский договор. С тех пор они вот эту свою линию обороны, когда уже ни Варшавского договора нет, ни Советского Союза, непонятно от кого они оборонялись, они эту линию обороны передвигали вплотную к нашим границам несколько раз. А теперь объявили на Мадридском саммите летом этого года о том, что они несут глобальную ответственность, и о том, что безопасность Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона неделима. То есть они, по сути дела, претендуют на то, что они будут играть здесь ведущую роль, и так называемую линию обороны уже сдвигают к Южно-Китайскому морю. И налицо тенденция к милитаризации региона путем сопряжения усилий здешних союзников США, Австралии, Новой Зеландии, Японии, с расширением присутствия здесь НАТО. А мы все это откровенно сказали. Китайский премьер-министр Лика Цян тоже изложил свои оценки, которые идут в одном русле с нашими. Но, к сожалению, едва ли это настроит США и их союзников на учет интересов большинства стран, которые здесь расположены. Но будем продолжать нашу позицию доносить. В рамках ОСЕАН она встречает понимание, хотя в ОСЕАН тоже нет единого мнения о том, как дальше действовать в сфере безопасности в этом регионе. Так что, если ставилась задача посеять сомнения в рядах ОСЕАН и попытаться подорвать их монолитность, то, в общем-то, американцы достигают своих целей. Но большинство членов ассоциации занимают, тем не менее, позицию, которая направлена на отстаивание своих интересов, прежде всего, и не подчинять действиям ОСЕАН и интересам вне региональных игроков. А позицию России, позицию Китая, которые выступают за, как я уже сказал, сохранение центральной роли ОСЕАН, наши партнеры оценивают высоко. Мы, тем не менее, изложив принципиальные оценки, подчеркнули однозначный приоритет для нас не полемических дискуссий, о продвижении в рамках Восточно-Азиатских саммитов конкретных проектов сотрудничества. Пару лет назад на одном из саммитов был принят наш проект развития сотрудничества по борьбе с пандемийными угрозами. К сожалению, пока в практическом плане это решение еще не начало реализовываться. Мы сегодня подтвердили необходимость проведения встречи профессиональных представителей всех стран Восточно-Азиатского саммита по этой проблеме. Подтвердили нашу инициативу, которая рассматривается на саммитах, о которых идет речь, по поощрению туризма в этой части мира. Эта инициатива играет очень прямое и непосредственное значение с точки зрения интересов подъема экономики в постпандемийный период стран ОСЕАН. И сегодня же мы получили поддержку еще одной инициативы России по развитию волонтерского движения по организации контактов между волонтерскими организациями стран-участниц Восточно-Азиатских саммитов в качестве вклада в решение задачи подключения гражданского общества к продвижению гуманитарных контактов. Ну вот, собственно говоря, еще каких-либо коллективных решений сегодня принято не было, поскольку Соединенные Штаты и их западные коллеги настаивали на абсолютно неприемлемом языке в отношении ситуации на Украине и вокруг нее. Поэтому вот все то, о чем я рассказываю, о направлениях дальнейшего сотрудничества, будет отражено в коммунике, который выписит председательство Камбоджи от своего имя. Спасибо. Спасибо. Спасибо.